Здравствуйте! Родители, которые могут контролировать его финансы. Зачем ребенку самому быть подкованным в финансовых вопросах? Финансовая грамотность – это одна из фундаментальных ценностей, которая нужна современному человеку для того, чтобы успешно развиваться и быть финансово благополучным. Финансовое благополучие – это то, ради чего и применяется финансовая грамотность. Это способность человека обеспечивать и улучшать качество своей жизни, используя инструменты финансового рынка. Дети, которые учатся в общеобразовательных организациях – это потенциал развития России. И стратегия по финансовой грамотности в Российской Федерации на 2017-2023 год рассматривает их как одну из приоритетных целевых групп. Поэтому те базовые знания по финансовой грамотности, которые ребята получают в школе, они смогут дополнять и расширять, когда они выйдут во взрослую жизнь. И все это вместе поможет им делать более осознанный выбор финансовых продуктов и лучше защищать свои права и интересы. Я хочу сказать, что Банк России совместно с Минобразованием, Минпросвещением, Минфином проводил многолетнюю работу по проникновению финансовой грамотности на все уровни образования. И я напомню, что в прошлом году более 95% школ в Омской области внедрили финансовую грамотность в том или ином формате в школах. Каждая десятая школа ввела финансовую грамотность в качестве факультатива. Основу для реализации образовательного процесса составляют федеральные государственные образовательные стандарты. Поэтому Банк России проводил целенаправленную работу по включению финансовой грамотности в обязательную часть этих стандартов. И вот, наконец, это случилось. В августе этого года были внесены изменения в федеральные государственные образовательные стандарты, которые предусмотрели в обязательной части финансовую грамотность. И с 1 сентября она стала уже обязательной для учеников с 1 по 9 классы. Это начальная школа и общее образование. И основная направленность федеральных государственных образовательных стандартов в области финансовой грамотности – это чтобы учащиеся смогли их применять в практической жизни и в собственном поведении личности. По поводу применения на практике, да, они должны решать какие-то разные финансовые вопросы. Но, насколько я понимаю, с разным возрастом вот эти вот возможности решения финансовых вопросов у детей разные. То есть, что может решать ребенок сам? Здесь ключевое слово – грамотность. Грамотность ребенка, конечно, зависит от того, на каком уровне он образования находится. Я напомню, что у нас три уровня – начальное, общее и среднее образование. Для всех уровней образования общим в освоении финансовой грамотности является умение анализировать свои расходы и доходы, составлять личные финансовые планы. Конечно, уровень решаемых задач повышается с изменением уровня образования. Но есть и свои особенности для каждого уровня. Например, для ребят в начальной школе их будут учить формировать навыки безопасного поведения в интернете при совершении финансовых операций. Для учеников с 5 по 9 класса их будут обучать, что такое предпринимательство, какие риски оно несет, формы и виды мошенничества. Им будут рассказывать, как формируются цены на товары, что такое налоги. Будут учить составлять различные документы, заявления, декларации, в том числе в электронном виде. Но подчеркну, что самое главное в этом обучении, это чтобы ребенок смог выйти во взрослую жизнь, ну и даже находясь в своем возрасте, применять это в практических жизненных ситуациях, связанных с финансами. Ну, это все, безусловно, полезно. Но как будет с учениками старших классов? То есть, получается, их обходит проект стороной? Или они прав? Он их стороной не обходит, соответствующие изменения в АВГОС для среднего образования, то есть 10-11 классы, также вынесены в этом году. Но вступят они в силу с 1 сентября 2023, то есть следующего года. Конечно, уровень знаний по финансовой грамотности будет качественно отличаться, он будет, понятно, сложнее. То есть, ребятам расскажут, что такое финансовый рынок, как он регулируется, познакомят с какими-то основными финансовыми технологиями, расскажут о причинах и последствиях инфляции. Это уже знания на порядок выше, конечно. Давайте мы посмотрим на ситуацию с точки зрения учителей. Как им внедрять вот эти вот навыки, да, вот эти знания, вот эти элементы в свои предметы? То есть, где брать материалы, как выстраивать грамотно программу обучения? Сценарий уроков с элементами финансовой грамотности подготавливается экспертами Банка России совместно с Минпросвещением. Их уже более 70. Размещаются они на образовательной платформе «Моя школа», и доступны они каждому учителю в каждом уголке нашей страны. В этих сценариях рассказывается о том, как выстраивать уроки по финансовой грамотности. Приводятся примеры жизненных ситуаций, в которых необходимо применение финансовых знаний. Все это помогает учителям выстраивать свои уроки. Но, конечно, учителя также должны быть в теме. Поэтому Минобразование предусматривает для них повышение, курсы по повышению квалификации, и где их учат основам финансовой грамотности. Кроме того, планируется разработать отдельный курс по финансовой грамотности по общему образованию. Это будет подготавливать Академия Минпросвещения совместно с другими участниками программы стратегии повышения финансовой грамотности. Он будет полезен, конечно, не только учителям, но и детям, и родителям. Работа предстоит большая. Скажем, учебники под это дело придется менять? Конечно. В федеральный перечень учебника сейчас входит учебный комплект под редакцией Чумаченко и Горяева. И он, конечно, сейчас изменяется. Но вообще для педагогов открыты все двери в вопросах повышения финансовой грамотности. На сайте Банка России «Финансовая культура» существует такой раздел для учителей, тьютеров, волонтеров, посвященный организации и проведению учебных мероприятий по финансовому просвещению. Кроме того, ВКонтакте популярностью пользуется группа «Финансовое просвещение». Она объединяет учителей, тьютеров, волонтеров. Они там обмениваются опытом. И там же размещаются готовые материалы Банка России. Ситуация у нас такая складывается. Очень часто люди, даже взрослые, попадаются на уловки мошенников, связанные с деньгами. Вот из-за этого не кажется ли вам, что одного только внедрения в школьную программу финансовой грамотности может быть несколько баловато, может быть еще что-то нужно сделать в этом плане? Еще раз повторю, что процесс внедрения финансовой грамотности это долгоиграющая история, и она, я так скажу, системная. И сейчас уже заложена даже основа этой системы, то, что внедрили федерально-государственные образовательные стандарты. Но эта система также дополняется. Это было еще и до внедрения в систему федерально-государственные образовательные стандарты. Это так называемый проект Банка России. Онлайн-проекты уроков по финансовой грамотности. В прошлом году свыше половины школ Омского региона приняли участие в этом проекте. Суммарно подключилось к просмотру учеников Омской области больше 73 тысяч просмотров. Но активно школьники также участвуют и в Олимпиадах по финансовой грамотности. Олимпиадные задания строятся на практических жизненных ситуациях. У нас отвечали на вопросы этой весной более 5 тысяч ребят. И им предлагалось распознать приемы мошенников и маркетинговые уловки. Им предлагалось распланировать личные сбережения и доходы. И многие другие вопросы. За участие они получали грамоты и сертификаты. Это кто победитель и кто участвовал. И тем самым они пополняли свои портфолио. Что тоже благоприятно для ребят. Но я хочу сказать, что, конечно, финансовой грамотностью занимается государство. Есть целая стратегия по внедрению финансовой грамотности. Но немаловажно, чтобы этому вопросу также уделяли внимание и родители. Поскольку ребенок ориентируется на их поведение. Спасибо большое за интервью. Пожалуйста. Я напомню, мы беседовали с заместителем управляющего отделением Омск Банка России Ириной Завьяловой. Следите за эфиром Омск ТВ и оставайтесь в курсе главных событий. До свидания.